Владимир Путин этим утром принял в Кремле министра обороны Сергей Шойгу. Только что вернулся из Североморска, где сейчас изучают обстоятельства гибели 14 моряков в Баренцевом море. Министр доложил главнокомандующему о первых результатах. По его словам, в штаб, который создан для расследования трагедии, входит конструктор аварийного аппарата. Установлена причина. Основная причина происшествия, это пожар в аккумуляторном отсеке. И далее он получил некое распространение сюда. В каком состоянии находится ядерно-энергетическая установка? Ядерно-энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдно. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите этой установки. Она полностью в работоспособном состоянии. И это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата. Целиком? Целиком. Следующая работает группа с семьей погибших моряков. Работа налажена индивидуально, с каждой семьей. В соответствии с вашим поручением, естественно, будет оказана вся необходимая помощь, какая у нас, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками будет, безусловно, оказана. Это касается и заботи о получении достойного образования детям, тем, кто еще учится. И, конечно, и достойное проживание, и так, как это и делалось ранее, по нашему печальному прошлому опыту, те семьи, которые имеют несовершенных летних детей, они будут обеспечены в том объеме денежным удовольствием, какое получали их мужья при жизни до совершеннолетия. Накануне вечера Минобороны опубликовала список подводников, погибших на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Как отмечается, все они были настоящими патриотами и высочайшими профессионалами, неоднократно удостоены государственных наград за исполнение воинского долга. Эти офицеры принимали участие в сложнейших экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины. Министр обороны отметил, что и в последнем плавании экипаж действовал геройски, в первую очередь спас гражданского специалиста на борту, после этого продолжил борьбу за работоспособность аппарата.